В условиях, набирающие обороты борьбы с распространением коронавируса, важно обеспечить устойчивую работу реального сектора экономики. Сегодня Олег Николаев обсудил с руководителями предприятий конкретный план действий, принятый властями региона. К моменту выхода этого сюжета в эфир был подписан указ главы республики. Президент страны, помимо того, что сказал, что до 30 апреля он объявляет режим нерабочих дней, также наделяет органы государственной власти регионов полномочиями, исходя из объективной остановки регионов, определять комплекс мер для того, чтобы обеспечить безопасность по нераспространению коронавирусной инфекции. С другой стороны, принять решение, чтобы экономика функционировала, чтобы не было резкого провала. Приняли решение дать возможность организовать вам деятельность ваших предприятий, но при соблюдении, конечно же, всех мер безопасности. То есть здесь меры безопасности, они стандартные, своевременная дезинфекция, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, то есть фильтр при входе на работу людей, чтобы больные к вам на предприятие не попадали. Пока в республике действует режим самоизоляции, сотрудникам предприятий должны быть выданы справки, дающие право передвижения по городу до места работы. Контроль будет усилен и за теми, кто позволяет себе выйти на улицу без особых причин. Мы усиливаем контроль за соблюдением самоизоляции. Вот именно вчерашний факт нам, от нас требует принятие такого решения. Для этого мы уже сегодня запустили режим контроля по мобильным телефонам. Он пока работает где-то, может быть, даже в тестовом режиме, но полностью заработает в начале следующей недели, где-то в вторник, в среду. Со следующей недели полностью приостановят межмуниципальное автобусное сообщение. На выезде из городов начнут дежурить посты ГИБДД. Общественный транспорт между Чебоксарами и Новочебоксарском будет курсировать по графику по два часа в утреннее, дневное и вечернее время. Для служебных машин должны быть введены спецпропуска. Естественно, будут пропускать автотранспорт в случае, если они обеспечивают вашу деятельность, то есть будут ввести какие-то материалы строительные, там, иные, для обеспечения вашей деятельности. Очевидно, мы, значит, обеспечим с понедельника полную работу общественного транспорта в муниципальных образованиях, внутри муниципальных образований, с тем, чтобы люди могли доехать на рабочие места. Соответственно, заработают детские садики. Мы первоначально, я уже дал поручение, открылись максимальное количество садиков, посмотрим, как они будут заполняться, и после того, как мы зафиксируем статистику, соответственно, уже будем оптимизировать группы в этих садиках с тем, чтобы, ну, с одной стороны, люди, которые у вас работают, смогли оставить своих детей под присмотром, с другой стороны, чтобы в садике тоже впустую просто не работали. По возможности, сотрудники предприятий должны реже выезжать в командировки для прибывающих в республику режим самоизоляции. Поэтому, если ваши сотрудники приедут из Москвы, желательно выдержать несколько дней в режиме самоизоляции, сдать тесты и уже после этого уже выводить на работу. Как будет развиваться ситуация, покажут ближайшие две недели. Это время инкубационного периода вируса. Если эпидемиологическая обстановка улучшится, то режим ограничений будет снят. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.